МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости читы из Байкальского края. Спонсор выпуска – Прииск Соловьёвский. Прииск Соловьёвский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Туманное утро понедельника в Чите. Традиционная планёрка в городской администрации. Чем запомнилась ушедшая неделя и что запланировано на новую? Узнаете в выпуске новостей. И вновь в объективе наших камер чудовищный и совершенно неэкономный ремонт улицы Каханского. Смотрите в этом выпуске. В этом выпуске поговорим о мошенниках. На какие уловки идут финансовые аферисты, чтобы завладеть чужими деньгами, расскажу вам я, Анжелика Понебрашина. Не переключайтесь. Многофункциональная детская площадка за моей спиной – это результат не только строителей и чиновников, а также местных жителей. О том, как во дворе дома номер 38 в первом микрорайоне появилась такая красота, расскажем в выпуске новостей. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Понедельник. А это значит, что в администрации города прошла планёрка. Какие планы строят руководители Читы на ближайшие 7 дней, узнаете у Валерии Наумовой. Туманное холодное утро понедельника. В зале заседания на Бутина 39 началось шевеление. Сити-менеджер города Инна Щеглова открывает очередное совещание. Уважаемые коллеги, начинаем с вами традиционное утреннее совещание. Сегодня у нас повестка достаточно обширная. Алексей Викторович, дежурили по городу. Пожалуйста, ваш доклад. О происшествиях в городе рассказывает глава железнодорожного района. А рядом Чинно, в солидном обвесе, весь в делах, восседает Василий Турсабаев. Главный в Черновском районе Читы. Сегодня он снова лучший в номинации «Самый модный». За выходные дни 12-13 августа 23-го года обстановка в городе Чита была стабильная, спокойная. Аварийные бригады работали в штатном режиме. Ресурсоснабжающие организации работали без сбоев. Работа управляющих компаний и оперативных служб была в штатном режиме. То есть обстановка была спокойной. Доклад окончен. За неделю в Чите произошло 6 пожаров. Это бытовые и горящий мусор. Погибших нет. На 8 аварийных отключение электроэнергии. Любимая тема, как и в прошлом году, это провалившийся асфальт на дорогах. За минувшую неделю в Чите нашли 15 дыр. Залатали только 6. На очереди комитет градостроительной политики. Вещает Александр Зудилов. Продолжает строительство Амудова. Сейчас подрядчик не ускорился, привез китайцев. Но в любом случае работа претензированная с ним ведется. Ежедневный контроль. То есть в нашу вторую неделю ежедневно сотрудник или один, либо двое присутствуют на объекте в течение всего дня. И пока подрядчик вернется в график, так и будет продолжаться. Дальше спикер задумался о детях. На территории школы номер 27 в микрорайоне Северно устанавливают так называемую «умную площадку». Как выяснилось, местные дети предпочитают экстремальный отдых. «Умная площадка подрядчик» вышел. К середине сентября будет готова. У меня огромная просьба. Оксана Ивановна, если можно, то есть там подрядчик в тесном контакте с директором школы. Но в любом случае, ну понятно, не очень много мест, где можно гулять. Дети Северного через забор лезут на площадку. И не то, что мешают, но то есть там экскаватор работает, они тут же на велосипеде катаются. И, наконец, новость дня, которая буквально ошарашила всех, кто планировал утром 14 августа добраться до работы на такси. Агрегатор три часа тестировал новые правила, которые будут установлены на федеральном уровне с 1 сентября 2023 года. Все водители такси должны быть оформлены как ИП или общество с ограниченной ответственностью. Автомобили нужно будет страховать, получать разрешение на перевозки и другое. Сервисы заказа автомобилей и сами водители понесут существенные убытки. И вот как это отразится на стоимости поездок. Водители, которые не подойдут под новые условия, брать заказы через приложение не смогут. А пассажирам придется неплохо так потратиться. С каким образом будет влиять, в том числе и на экономику, внесенные изменения по организации пассажирских перевозок различными агрегаторами, в том числе и Максим, видели, что и в целом в дальневосточных федеральных округах очень серьезные возросли цены как раз на такие пассажирские перевозки. Нам нужно будет, Марина Викторовна, естественно, посмотреть, каким образом это отразится на, в том числе, городском транспорте, потому что это безусловная история. Там, где жители города Читы замещали поездки городского транспорта как раз пассажирскими перевозками на такси, сейчас делается ровно наоборот, насколько мы вообще к этому готовы. С 16 по 27 августа город должен заблестеть. Выйдет распоряжение о проведении генеральной уборки территории профильными организациями в рамках подготовки ко Дню Знаний. Около 5000 первоклассников пойдут в этот день в школы. Что касается благоустройства, то здесь даже центр города вызвал сомнения. В конце минувшей недели пользователи соцсети обратили внимание на склонившуюся над дорогой электроопору прямо напротив дома офицеров. Там же и плитка, которая держится на честном слове. И занимательный указатель, наверное, для раскрытия туристического потенциала города. Установлен он в лучших традициях предыдущего хозяина. Воткнули, пошли и забыли. Некоторые надписи уже и не разобрать. А QR-коды с информацией о городе, которые сделаны для туристов, даже не работают. Телефон их просто не видит. Валерия Наумова, Ирина Тимофеева. ЗАП-ТВ Что нужно за Байкалью? Низкие тарифы ЖКХ, достойные зарплаты, помощь забайкальцам на СВО, хорошие качественные дороги, помощь молодым семьям. Это и многое другое. Надо менять ситуацию к лучшему. Вместе мы сможем. Голосуй за ЛДПР. Совместный рейд съемочной группы ЗАП-ТВ и экспертов Общероссийского народного фронта на улицу Каханского, на которой недавно начался ремонт, создав транспортный коллапс на подъезде к краевой клинической больнице. История растраты бюджетных средств в репортаже моих коллег. Картина за моей спиной говорит только об одном. Как чиновники нашей администрации любят бюджетные средства. Любят по-настоящему. Просто вы не понимаете значения этого слова. Действительно, сколько можно упрекать наших чиновников с худоумией. Транспортный коллапс на улице Каханского, возле краевой клинической больницы, где около основной магистрали ТГК-14, начали земляные работы, перекрыв дорогу бетонными блоками. А вот объезд прикрытого участка прошелся по лесу, где были заботливо повешены разноцветные ленточки. В СМИ и социальных сетях читинцами было высказано немало нелестных комментариев в адрес администрации и ресурсоснабжающей организации. Но мало кто понимает всю логику их действий. Чем больше расходов, тем, видимо, лучше, особенно если вспомнить всю предысторию этого вопроса. В итоге вот этот участок строили в разные годы. В 2021 году тротуарами занимались. В прошлом году, накануне приезда премьер-министра России Мишустина, занимались строительством, в общем-то, неплохой дороги, да, вот здесь, которая уже была. Поэтому первый вопрос возникал, зачем ее делали, да? Ну, сделали и сделали, в общем-то, все радовались. И вдруг в этом году мы получаем бомбу такую, да, очередную, ее начали копать. Действительно, бомба, потратить немалые бюджетные средства на ремонт неплохой. Дороги, зная, что в следующем году запланирован плановый ремонт теплотрассы, чтобы один раз прокатить по ней премьера Михаила Мишустина. Причем мы видим, что строители в основном ломают тротуар, подсыпают грунт на дорогу, чтобы не убить асфальт. Но как только начались земляные работы, корреспонденты информагентства Запру выяснили, что трудиться подрядчики ТГК-14 начали без всего комплекса разрешительной документации. Вот что они ответили на наш запрос. Для начала работ имеется вся необходимая документация. Так как ее в себя включает стадия Р. На сайте размещен аукцион для стадии П. Он включает в себя разработку документации для прохождения госэкспертизы. Такой порядок действий является нормальным и соответствует законодательству. Нарушений нет. Подобные коммерческие риски грозят им штрафом. Если кто-то из контролирующих органов, конечно, этим заинтересуется. Вообще, все работы затеяли по подключению строящейся краевой детской клинической больницы, которую грозят создать в 26-м году. Предполагается ли замена магистрали у краевой клинической больницы или Академии здоровья? Нет, не по плану. Не раскопают ли для этих же целей эту же улицу через год или через два? Да запросто. Деньги-то не свои компенсируют потом за счет выпадающих доходов или тарифов с населения. А если к нам пожалует вновь премьер-министр администрация по программе БКД, ее снова отремонтируют. Это уже даже не смешно. Мы видим многочисленные дороги. Чкалова, здесь Каханского, Бабушкина, вот сейчас Шилово мы проезжали, автогенная, которая, наверное, сейчас в бумагах городской администрации, краевой числится, как отремонтирован соответствующим нормативам. Но на самом деле возникают большие проблемы. Вот здесь даже на дорогу было около 56 миллионов рублей. По тротуарам сейчас я не скажу. Вот. И возникает вопрос у населения, которое обращается в Народный фронт, сколько может такое продолжаться? Это что? Халатность, да, при планировании работ. Знали же, что необходимо будет трубу везти. Почему в лесном массиве разрешили строить это сооружение, детскую больницу, необходимая действительно для края нашего региона, а коммуникацию проложить обязательно по городской дороге? Большие вопросы к объездной дороге, проложенной по лесу. Если кто-то из автомобилистов думает, что это верх мучений, то он ошибается. У нас, как обычно, как только закончат копать в одном месте, начнут рыть дальше. Но как там сделают объезд – большой вопрос. Самое прискорбное то, что этот напряженный участок трассы проходит мимо нескольких крупных медицинских учреждений, постоянно краевой клинической больницы подъезжают машины скорой помощи. Даже если учесть, что прокладка трассы необходима, нельзя отмахнуться от того факта, что администрация продолжает и любит тратить бюджетные средства совершенно неразумно. Это сильно возмущает наших жителей. Поэтому Народный фронт этой ситуации сейчас озабочен, поскольку люди волнуются. Мы будем давать соответствующее обращение, наверное, в прокуратуру. Я хотел бы, чтобы еще Краевая счетная палата дала свое какое-то заключение по этой ситуации, насколько эффективно тратятся средства на территории Забайкальского края при выполнении национальных проектов. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. Что стало за Забайкальем за последние годы? Большой отток населения, самые низкие зарплаты в ДФО, отменен районный коэффициент, высокий уровень безработицы, высокий уровень смертности от внешних причин. Сколько можно терпеть? Надо менять ситуацию к лучшему. Вместе мы сможем. ЛДПР. Министр образования Забайкальского края Татьяна Клименко собирается уйти в отставку. Об этом сообщила читерозам предправительства региона Татьяна Цемпилова, курирующая эту отрасль. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о временном исполнении обязанностей министра образования и науки региона Татьяны Клименко, напомним, в марте прошлого года. Она сменила на этом посту Наталью Бянкину. Между тем стало известно, что первый заместитель председателя комитета образования Читы Марина Секержицкая претендует на пост министра образования Забайкалья. Об этом сообщили источники в органах власти. Секержицкая – дочь экс-мэра Читы Анатолия Михалева. Долгие годы она работает первым заместителем председателя комитета образования. В 2012 году против Секержицкой собирали подписи по требованиям уволить ее за грубость и непрозрачность очереди в детские сады. Заключение соответствий выдали школе в поселке Каштак в Чите, который должны были сдать в декабре 2022 года. Об этом сообщили в Государственной инспекции Забайкальского края. О том, что подписан новый акт ввода школы, стало известно 7 августа. В первый раз акт на ввод школы в Каштаке выдали 25 декабря, уже 28-го. Документ отозвали из-за того, что консессионер школы будущего не предоставил полного пакета документов. При этом председателя комитета градостроительной политики администрации Читы Александра Зудилова оштрафовали за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенной на тот момент школы. Вместе с тем в эксплуатацию школу введут без стадиона. Со слов бывшего заместителя директора службы единого заказчика Забайкальского края Константина Акимова, на его строительство нужно как минимум полтора месяца. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Забайкальском крае «Лерон Плюс» готов прекратить свою работу из-за долгов правительства региона в 168 миллионов рублей. Об этом ЧТРУ сообщила генеральный директор компании Елена Курдюмова. Компания «Алерон» начала работу в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в Забайкальском крае 1 сентября 2018 года. С тех пор от жителей региона поступило множество жалоб на нарушение графика вывоза мусора. Число обращений по этому поводу увеличилось в последние годы. Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил первого заместителя губернатора. Им стал Александр Костенко. Соответствующее распоряжение было подписано 11 августа. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Костенко был назначен заместителем губернатора 20 мая 2021 года. В правительстве края он курирует и осуществляет контроль деятельности администрации губернатора Забайкалья по отдельным вопросам, регионального министра по отдельным поручениям губернатора. Говорится в сообщении, уточняется, что Костенко также продолжит курировать деятельность Минприроды региона и департамента ГО и ПБ. Не дремлют мошенники. Они в поиске новых способов обмана. Сегодня на брифинге с журналистами в отделении Банка России по Забайкальскому краю рассказали о главных схемах мошенничества и о том, каким образом это пресекают. На какие только ухищрения не идут телефонные мошенники, лишь бы обчистить карту собеседника на том конце провода. Фантазии финансовых аферистов не знают границ. Обман, близкий в беде, казалось бы, уже изжил себя, однако на него все еще ведутся. С октября по август этого года на территории края сотрудники полиции задержали 11 курьеров. Задержаны два жителя Амурской области, 92-го и 95-го года рождения, которые прибыли на поезде в город Читу по указанию кураторов, ну так назову я их, которые, заказчиков, которые приехали, для того, чтобы забрать деньги под предлогом вида мошенничества, родственник попал в ДТП и эти деньги перевезти курьером. Они совершили на территории города Читы 7 таких преступлений. Общая сумма 2 млн 971 тыс. рублей. 930 тыс. при них было изъято. Киберпреступники охотятся и за данными граждан с портала Госуслуг, а еще просят перевезти деньги якобы на безопасные счета. Создают и подставные интернет-магазины, которые ничего не продают, зато берут предоплату. Эта жительница Забайкалья теперь в статусе пострадавшая, хотела легких денег, заманили всплывающие рекламные объявления в интернете. Помогала инвестировать некий финансовый эксперт. Сначала перевела 15 тыс., после 200, дальше больше. Мы опять зашли в онлайн-банк. Он говорит, ну на всякий случай возьмем, закажем миллион 300. Я была уверена, что мне не дадут эти деньги, что на этом все и закончится. А вы представляете, а мне банк дает миллион 880 тыс. Я эти деньги тут же их перевела, потому что когда я ходил, мне на квартиру просил деньги, мне вообще не дали, эта сумма была еще меньше. А потом просили еще 450, а потом героиня видео поняла, ее попросту развели. Но, как рассказали на брифинге с журналистами, на месте кибермошенники не стоят. Есть уже и свежие схемы обмана. Первое. Некоторые банки ввели новый сервис, нововведение позволяет в приложении сгенерировать QR-код и использовать его для того, чтобы снять наличку в банкомате, не вводя пин-код. Чем и пользуются мошенники. Звонят жертвам, сообщают о подозрительной операции, просят прислать QR-код, итог известен. Вторая схема. Звонок от работодателя. Если соглашаешься на предполагаемую работу, перенаправляют к кадровику. Однако, чтобы пройти регистрацию, нужен вступительный взнос. Ну и третья схема. Мошенники направляют на почту письма с приглашением прийти на прием в Центральный банк. Это делается для того, чтобы наладить доверительные отношения и в дальнейшем спокойно вытягивать банковскую информацию. Однако, есть еще одна новая схема. Телефонные мошенники угрожают наказать своих жертв якобы за госизмену. А чтобы нагнать пущего страха, звонившая представляется сотрудником правоохранительных органов. И доводят информацию предметную до того, до такую, до граждан, что вами переведены были денежные средства на счет страны Украины, вооруженных сил Украины. Значит, данные денежные средства якобы были зафиксированы, установлены. Ну и, соответственно, в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело по государственной измене. Такие факты у нас есть. Для того, чтобы задержать данных мошенников, данных людей, вам необходимо взять кредит, либо имеющиеся у вас средства на счетах, и помочь нам задержать данных мошенников. Количество преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с прошлым годом, выросло аж на 43%. В цифрах это почти 3000 преступлений. Половина из них раскрыта. Представители Банка России, сложа руки, тоже не сидят, собирают подозрительные номера после операторы сотовой связи. Их блокируют. В первом квартале этого года заблокировали около 97 тысяч телефонных номеров. В прошлом году 750 тысяч. Помимо этой работы Банк России предложил несколько инициатив, которые были одобрены Государственной Думой, и президент Российской Федерации уже их подписал. Это изменение в закон о национальной платежной системе. Там стоит отметить, ну таких, наверное, два тезиса, которые вошли в этот закон. Первый – это то, что закон обязывает банке возвращать своим клиентам те деньги, которые они допустили перевод на мошеннические счета. Есть специальная база Банка России, в которой эти мошеннические счета есть. И второй тезис из этого закона – это так называемый период охлаждения двухдневный, в течение которого, если банк видит, что осуществляется перевод на один из этих мошеннических счетов, то он такую операцию блокирует. Как подытожили спикеры, главное – не доверять и сохранять бдительность. Впрочем, некоторые забайкальцы так и поступают. Понимаю, что это мошенники, начинают включать телефон, а он по новой сам включается. То есть даже вот такое было. Ну, я сразу вытащила эту батарейку и пошла в милицию, написала заявление. То есть вот такое было. Ну, и что? Как звонили, так отстали и все. Ну, и позвонят, я тоже не реагирую, я только отвечаю на знакомые телефоны. Анжелика Понебрашина, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Что нужно сделать для того, чтобы ваш двор стал примером для подражания? Первое – попасть в программу «Тысяча дворов». Второе – активно участвовать в строительстве придомовой территории, согласовывая каждый элемент. И тогда результатом ваших трудов будут детская и спортивная площадки для детей. У жителей первого микрорайона это получилось. Все подробности далее в сюжете. Еще три месяца назад во дворе дома номер 38 первого микрорайона кипела работа по строительству. Жители вместе со специалистами управляющей компании неустанно следили за деятельностью подрядчика и результат оправдал все ожидания. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, читинцы празднуют открытие детской и спортивной площадок для подрастающего поколения. То есть это все по желанию наших жителей. Мы собирали у них их мнение, все это обговаривали, обсуждали вместе с ними. Плюс у нас жители очень активно работали с подрядчиками, договаривались тоже, помогали. И подрядчики им помогали, и они подрядчикам помогали. Получился, в принципе, такой хороший союз жителей, подрядчика и нашей компании «Лидер». Председатель совета ТОС первого микрорайона Читы Людмила Сайгушкина уверена, что результат работы во многом зависел от самих жителей двора. Взаимопонимание с подрядчиком и с управляющей компанией позволило превратить старый советский двор в современную многофункциональную локацию для детских игр и занятия спортом. Очень много писалось заявлений, обращений в администрацию, что благоустроили, по крайней мере, нашу площадку. Ну и наконец-то попалась у нас программа, мы попали в программу «Тысячи дворов», вот, и здесь уже появились наши заявления, наши собрания, проект. И в этом году нам очень повезло, у нас были прямо замечательные такие ребята, команда профессионалов. И в итоге, где-то уже в начале августа уже эта площадка была готова. Уникальность двора в том, что для него разрабатывался проект по-особенному, учитывая все пожелания местных жителей. Например, спортивная зона имеет резиновое покрытие, и можно смело заявить, что это самая большая площадка во всем Ингодинском районе с использованием такого покрытия. В этом дворе самая большая площадь покрытия резиной, то есть такого ни в одном дворе нет. Детская площадка, она песок, спортивная площадка, она вся покрытия. Плюс, соответственно, по площади в этом году, это самый большой двор по площади. В целом, двор получился, и я надеюсь, что придет время, когда в каждом дворе города будут такие спортивные детские площадки. Внимание привлекают и оригинальные цветочные вазоны, которые украшают периметр зоны досуга. А декоративное ограждение разделяет игровую площадку, велосипедную дорожку и проезжую часть с парковочными карманами. Уникальность в этом плане в этой площадке, что на самом деле то, что было, сохранили, благоустроили и сделали более, так скажем, комфортно для того, чтобы детям было здесь интересно. Торжественные мероприятия по открытию дворов стали уже традиционными в Ингодинском районе Читы. Поддерживают и развивают эту традицию представители управляющей компанией «Лидер». Цель – это сплочение соседей, новые знакомства и желание беречь то, что было достигнуто общими усилиями жильцов. И пока местная ребятня занималась играми, конкурсами с аниматорами и поеданием сладостей на импровизированной ярмарке, недобросовестные автолюбители успели припарковать свои автомобили прямо на детской площадке. Руководство управляющей компанией «Лидер» призывает людей бережно относиться к своему двору, правильно использовать общественное пространство, и, может быть, тогда подобных примеров для подражания станет больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благотворительный фонд продолжает сбор средств на лекарства для девочки с редким диагнозом. Нужна ваша помощь в приобретении дорогостоящего препарата. Спасательный круг навестил Муравских в стационаре, где Настя проходила плановую госпитализацию. Спешим поделиться хорошими новостями. У нас все в норме. Все наши анализы, все результаты. Под наблюдением мы находимся. Динамика. Ну да, есть рост у нас, что вес у нас прибавляется. Растем, развиваемся. Хотя год назад в хорошее верилось с трудом. Анастасия Муравская один год восемь месяцев проходила лечение в нашем отделении. С момента рождения длительное время находилась в тяжелом состоянии. Была консультирована в РДКБ. В последующем направлена на дальнейший этап лечения в РДКБ город Москва. Длительное время находилась там. Была прооперирована, учитывая тяжелую сочетанную патологию у ребенка. В настоящее время требует постоянного паранатурального питания в домашних условиях. У Насти редкий диагноз – синдром короткой кишки. Недоразвитие пищевода, верхняя и нижняя часть пищевода у малышки не соединялись, и пища до кишечника не доходила. И по сей день, 20 часов в сутки, Настя находится под капельницей. У нас, по идее, очень много лекарств. Мы нуждаемся в лекарствах, нам их очень много нужно. Ежедневное питание паранатуральное. Все лекарства вот так хранятся. Тут примерно на месяц-полтора. Даже в стационар Анна едет со своими лекарствами. Минздрав нас, можно сказать, что ничего толком-то и не дает. Так немножко нам выдадут, ну пару раз выдавали. Мы же со своими, со всеми лекарствами приехали. Ну, самые-таки необходимые – это уролог. Они очень нам нужны. В Москве они есть, но они чисто под заказ будут идти. От конкретного ребенка они могут заказать. Упаковка 10 ампул стоит 35 тысяч. И на свои средства у нас тоже таких больших средств нет, чтобы закупать столько много лекарств. Ежемесячно. Ну, все, 10-й уролог вытаскиваю. И потом уже обратно надо катетер промыть физраствором. Меня все спрашивают. Вы сами с катетером работаете? Вы медик? Нет. С больницы не выписывают с Москвы. Пока не научишься? Пока не научится мама делать все сама. Так и получается. Мама все сама. Но вы можете ей помочь. Спасательный круг продолжает сбор средств на покупку дорогостоящего препарата для Насти. Перевести любую сумму вы можете на сайте благотворительного фонда. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на ютубе. Делитесь публикациями ЗАПТВ в социальных сетях на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Далее прогноз погоды. Ну, а я с вами прощаюсь. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАПТВ. 15 августа отмечается День археолога. Несмотря на то, что этот праздник не связан ни с какими-либо событиями и открытиями, все равно проходят традиционные археологические мероприятия. Во вторник погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Ночью температура от 14 до 18. И от 24 до 26 градусов днем. Оставайтесь с нами на Первом Независимом. ЗАПТ-ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok